Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. С интересом прочитал вчера статью о том, что в Латвии все очень дорого, а денег минимум, цитата, обедневшая Чулпан Хаматова рвется обратно в Россию, пишут. Друзья, понимаю конституционное право приезжать, уезжать, это решать тем, кто решает. Но вот как гражданин России, когда я слышал ее заявление, когда я смотрел это интервью у Гордеева, где она там плела про какой-то такси, какой-то домик там захолустный, выяснилось, как писали СМИ, что там дом чуть не 400 тысяч евро. То, что она говорила там на программах, то, что она говорила, она походила на митинг. Друзья, ну не пускать просто, ну просто не пускать. Вот это мое мнение, как гражданин России, да, вот не более того. Значит, Чулпан Хаматова покинула Россию, уехала в Латвию, это весной пишут. Вот, значит, там она нашла работу, помню, говорили в каком-то театре. Про Россию она очень-очень резко выразилась. Значит, и вот что пишут. Актриса заявляла, что не может вернуться в Россию, так как боится стать жертвой травли из-за ее позиции. Вообще фонд, дети, все это не знаю я. Судя по всему, теперь она больше не боится возможных преследований. Чулпан хочет вернуться в Россию, однако еще не уверена, как именно переехать обратно. Но я же говорил тогда, это судьба всех, кто куда-то, понимаете, в Россию. Значит, об этом сообщил анонимный источник из Театра нации, где, собственно говоря, она с Евгением Мироновым играла, в котором Чулпан работал на протяжении многих лет. Речь идет о том, что Хаматова не устраивает жизнь в Латвии. В то же время она понимает, что в России после резонансных высказываний ее, мягко говоря, не ждут. Значит, все очень дорого, а денег минимум. Ее уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых она обязана выступать. А мы говорили с вами, что долбать будут постоянно. Мало одного. Она думала, она раз сказала, уехала, все. Нет. Постоянно будут говорить, постоянно будут заставлять, потому что они хотели сохранить свои счета и свою недвижку за рубежом. Отрабатывать надо. Они не хотят. Они не хотят. Понимаете? Вот все. Значит, так, на которых она обязана выступать, демонстрировали свою лояльность. В части карьеры полный ноль, сообщил источник. Значит, ну, что я хочу сказать. Пишут, что в России она получала приличные гонорары и так далее. Мы все это с вами говорили. Мы все это с вами говорили. Как этого можно было не понять, это можно было не знаю, но тем не менее. Ну, имеешь ты недвижимость за границей. Случилось такое. Что сделать? Продать в России со своей страной, со своей страной, со своими людьми. Родина. Ну, вот, пожалуйста. Пожалуйста. Что будет, так сказать. Это вот хороший пример для всех, кто задумывается или кто. Никто нигде не ждет никого. Это хорошо там, где нас нет. Знаете, вот как говорят. Друзья, интересно ваше мнение. Пишите просто комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на резервный канал. За правду уничтожают. За правду блокируют. Чтобы не потеряться. Канал Будда Гришна. Новости. Нажмите кнопочку подписаться. Не потеряемся. Кто хочет поддержать канал, ссылочка в закрепленном. Поддерживайте, пожалуйста. И вся политика теперь в телеграм-канале Будда Гришна. Новости он тоже называется. Там тоже подписывайтесь, кому интересно. Друзья, успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok